В Челябинске прошло первенство Урфо Патаквандо среди юношей и девушек 15-17 лет. Курганскую область представили спортсмены школы Олимпийского резерва номер один. Золотую медаль в весовой категории до 42 килограммов завоевала Мария Замашкина. Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Карпова Ксения, Дмитриев Александр, Руденко Дмитрий. В Заурале завершились отборочные этапы золотой шайбы. Заключительный этап состязаний состоялся на ледовой арене «Юность» города Кургана среди юношей 2013-2014 годов рождения. Победу среди младшей возрастной группы одержала команда «Гармония Элита» из Кургана. Второе место – парус технокерамика «Шадринск», третье место – «Гармония Луч Курган». В феврале этого года в России прошли два этапа Кубка России по ездовому спорту. Во втором этапе Марина Артамонова, несмотря на травмы и сломанную нарту, все-таки справилась с дистанцией. В итоге по сумме баллов двух этапов Кубка России спортсменка заняла третье место. В Магнитогорске прошли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие 310 спортсменов из 16 городов России. Курганскую область представляли 12 спортсменов детско-юношеской спортивной школы номер один. Абсолютными чемпионами соревнований стали Сергей Головезнин и Валерия Шамсуддинова. Водитель Курганской областной клинической больницы спас беременную женщину и ее будущего ребенка. Сергей Зырянов сдает кровь уже более 40 лет. У него очень редкая группа крови, первая отрицательная. Поэтому врачи часто вызывают его экстренно, чтобы спасти чью-то жизнь. В один из таких экстренных случаев ему посчастливилось спасти беременную женщину и ребенка. В этом году в Китовском округе отремонтируют более 10,5 километров региональной трассы на подъезде к Коширино, а также около километра дороги до школы. На эти цели выделено порядка 234 миллионов рублей. Также будут отремонтированы еще около 19 километров к подъездам к Снежной, Иковке, съезды к Санаторной и Северной. На эти цели потратят 400 миллионов рублей. В Курганской области в населенных пунктах начались работы по замене и установке уличного освещения. На эти цели выделено 100 миллионов рублей. В Кургане в микрорайоне Левашова уже установлено почти 200 новых светоточек. В городах и селах заменят и установят 7 тысяч светильников. Из них 4 тысячи новые, а 3 тысячи – замена старых светильников. В Кургане новое уличное освещение появится в 13 микрорайонах и поселках. Работы по монтажу освещения проведут на 254 улицах.